который очищает каждый загаулок кишечника, очищает каждую ворсинку, благотворно действует на микрофлору в кишечнике, а соответственно на ваше самочувствие, поскольку именно состояние нашего кишечника отражается на энергии человека, высокий уровень энергии, легкость в голове и теле, хорошее настроение. Отлаженная работа всего организма и доказано на сегодня, что запускается процесс поломки обмена веществ именно из кишечника. 70% заболеваний стартует отсюда, на уровне энтероцита, на уровне клетки кишечника начинаются аутоиммунные заболевания, которые приходится врачам лечить серьезными препаратами, такими как преднизолон, цитостатики. И чтобы избежать этих состояний, чтобы профилактировать эти состояния, нужно своевременно заботиться о здоровом питании. Недаром каждый школьник в Германии знает, что такое антираковая тарелка. Антираковая тарелка включает в себя 400 грамм овощей и фруктов, а именно овощи и фрукты поставщик для нашего организма. Клетчатки прежде всего микроэлементов и мангустин, который содержится в каждом элементе питания ФАВАО, содержится в клетчатке ФАВАО. Он также обладает благотворным действием на флору в кишечнике. Ведь недаром еще в прошлом веке были отличные результаты по применению мангустина для лечения холеры, для вспышек дизентерии в Юго-Восточной Азии. И поэтому мангустин включен в каждый элемент питания ФАВАО. Система ФАВАО включает в себя и применение антиоксидантного напитка ксанга, который уже известен в течение 12 лет 43 странам мира. Что хотелось бы сказать еще в пользу клетчатки ФАВАО. Именно клетчатка доказана, продляет жизнь мужчин. Доказательная медицина, есть такая отрасль медицины, которая довольно дорогостоящая отрасль. И исследования, проведенные учеными, достоверно доказали, что употребление в течение дня клетчатки способствует снижению уровня холестерина, снижению уровня сахара крови. Тем самым нормализуется обмен жирных кислот, обмен триглицеридов, которые являются причиной атеросклероза. То есть изменение в обмене веществ триглицеридов – это причина серьезных поломок сердечно-сосудистой системы, таких как инсульты и инфаркты. Таким образом, если вы, милые дамы, подарите на праздник своим мужчинам замечательное питание ФАВАО, то вы продлите жизнь своим милым и любимым мужчинам. Вы будете давать возможность прожить эту жизнь качественно, без проблем, без химических препаратов, без посещения лечебных учреждений. Вы сможете продлить жизнь самым дорогим для вас людям на свете. Что касается очищения организма, это очень важно. То продукт, который называется детокс, и сейчас много таких продуктов с подобным названием, отличается детоксанга тем, что он представляет растворимый фиточай. Это удобная форма и действительная форма. Все, что касается растворения в воде, говорит о том, что быстрое действие обеспечено. Поскольку вода позволяет всем биохимическим реакциям в организме идти в закономерном порядке. В том порядке, который был, так скажем, изначально. Ведь клеточка нашего организма, какую вы клеточку возьмете, нервные системы, сердечно-сосудистые системы, клетку пищеварительного тракта, все эти клетки очень чувствительны к нехватке воды. И подход системы ФАВАО заключается в том, чтобы создать условия для нашей клетки, для каждой клетки, насытить ее энергией, насытить ее незаменимыми аминокислотами, антиоксидантами, микроэлементами. Дать ей защиту прежде всего. И детокс это делает великолепно. Потому что растворимые компоненты, такие как расторопша, сена, крушина, мангустин, корень лопуха, стевия, все эти компоненты фито-чая детокс быстро включаются в действие и запускают процессы очистки организма от накопившихся шлаков. Для кого нужен детокс? Для всех, кто живет в больших городах, кто живет в экологически неблагоприятных районах, у кого есть уже хронические заболевания, кому приходится годами принимать лекарственные препараты, для людей, у кого есть химическая зависимость, алкогольная зависимость, наркозависимость, для тех, кто сейчас переносит вирусную инфекцию, и ему нужны силы для быстрейшего восстановления здоровья, для восстановления трудоспособности. Поэтому детокс должен быть в каждом доме, как скорая помощь при самых разных ситуациях. Детокс, заболел ли ребенок, поднялась ли температура, произошло ли пищевое отравление, алкогольное отравление. Детокс помогает в этих ситуациях. И в системе питания ФАВАО детокс включен именно для того, чтобы отрегулировать обменные процессы. У кого нарушены сейчас обменные процессы, у кого есть лишняя масса тела, сахарный диабет, метаболический синдром, для вас этот продукт необходим курсовым приемом, не менее чем двух курсов в год по месяцу. А лучше использовать детокс, если вы только начинаете систему оздоровления в течение трех месяцев подряд, чтобы получить желаемый результат. Система питания ФАВАО отличается своей логичностью. Кроме того, что мы с вами рассмотрели очистку организма, защиту его, питание, есть еще и такой компонент, как метаболик. Сам за себя говорит этот чай, метаболик, позволяет улучшить метаболические процессы. Несмотря на то, что у вас все хорошо с весом, и у вас сейчас все хорошо со здоровьем, метаболический чай нужен вам. Поскольку метаболические процессы в организме, независимо от того, соблюдаете вы здоровый образ жизни, либо не соблюдаете, они, к сожалению, имеют тенденцию к снижению скорости метаболических процессов. И у тех, конечно, кто давно не занимался своим здоровьем, этот процесс идет более ускоренными темпами. Человек стареет именно по причине, что замедляются процессы метаболизма, замедляются обменные процессы. И метаболический чай можно назвать поистине средством для омоложения, потому что ускоряются обменные процессы, восстанавливаются ферментные процессы в клетке. За счет натуральных компонентов фито-чай метаболик содержит в себе такие составные части, как чай мате, чай гуарана, растения гуарана, мангустин, корица. И все эти компоненты позволяют быстро восстановить именно энергию в клетке, снизить уровень сахара, снизить уровень холестерина, нормализовать процессы расщепления питательных веществ, которые поступают в организм. Поэтому метаболик рекомендует компанию принимать после завтрака или после обеда. Те, кто уже знает этот продукт, скажут, что действительно после употребления метаболика чувствуется прилив сил, энергии, хорошего настроения. Связано это именно с тем, что клетка благодарит вас за то, что вы накормили ее долгожданной пищей. То, что она хотела, она получила благодаря растворимому чаю метаболик. И те, кто хотел бы получить свои результаты по весу, используйте всю систему питания ФАВАО, используйте физические упражнения, наращивайте свою мышечную массу, обязательно соблюдайте рекомендации по диете, потому что эти диетические рекомендации компания разработала согласно ведущих диетологов мира. Все продумано до тонкости, сколько взять на первую неделю продуктов питания, сколько взять на вторую неделю, по каким часам питаться, ведь это очень важно. Оказывается, завтрак, именно завтрак, самая важная составляющая в рационе питания. И если вы кормите себя завтраком, ваша клетка будет просто счастлива. Она получает за свою тяжелую ночную работу, за ночную смену вознаграждение. Ведь не даром люди, которые работают в ночную смену, для того, чтобы не уснуть, они что-то всегда едят, жуют. И связано это с тем, что потребность клетки, даже в ночное время, она выше, намного выше в питательных веществах. Но если вы в течение дня не позаботились накормить свою клетку, то вы рискуете чем? Нарушением сна. И не даром сейчас дети, я детский врач, я вижу этих детей, начиная с дошкольного возраста, начиная порой с грудничков возраста, страдают нарушением сна. Это связано именно с голоданием клетки нервной системы. Поэтому нужно своевременно задуматься, где произошла поломка здоровья, и начать действовать, оздоравливать свой организм. А сейчас я отвечу на каждый ваш вопрос. Пожалуйста, пишите, делитесь своими результатами, обязательно рассказывайте нам о том, что вы уже получили по своему здоровью, по здоровью своих близких. Так, Росима, добрый вечер, пишет. Удалена полтора года назад почка, рецидив с марта 2013 года, в легкие метастазы и поясничную область, постоянная температура, гной в горле, каждые две недели принимаю авастин, 10 мл ножевой вес. Росима, я понимаю, что ситуация уже хроническая, да, и состояние на сегодняшний день серьезное, потому что постоянная температура. Используете ли вы схему для онкобольных, разработана и уже практически отработана, эта схема во многих городах мира, да, во многих странах, использование сока ксанга по схеме 21 день по бутылке сока. То есть рекомендуемая дозировка, начиная с 90 мл сока, ксанга, прибавляя каждый день по 30 мл, дойти до бутылочки в день, и по бутылке в день нужно пропить эту схему 21 день подряд. Затем уменьшать дозировку сока также по 30 мл, довести до 300 мл в день, и использовать эту дозировку 300 мл сока ксанга в день в течение 3 месяцев от начала приема сока, до 3 месяцев. Конечно же, онкологическая патология – это трудно корректируемое уже состояние, но тем не менее, врачи удивляются, когда видят пациентов после лечения соком ксанга, после употребления сока, после применения системы ФАВАО, у нас уже получены результаты, когда люди вставали на ноги, не каждый, конечно, а тот, кто очень хотел жить. Вставали люди на ноги благодаря клеточному питанию, ведь мангустиновый сок санга, система питания ФАВАО – это клеточное, функциональное питание. А что такое онкология? Это результат длительного голодания клетки, когда клетка воспринимается собственной иммунной системой, как чужеродная. Запускаются аутоиммунные процессы, и их трудно повернуть вспять, но тем не менее, нужно сделать такую попытку и взять свой шанс, да? Поэтому я рекомендую сейчас, раз зима, пропить обязательно систему ФАВАО, полностью взять эту систему на вооружение, используя в течение дня не менее полутора литров воды, а лучше 2-3 литра воды, если справляется оставшаяся почка, да? И нет почечной недостаточности. Использовать обязательно мангустиновый сок санга по схеме 21 день. И сейчас обратите внимание на свое питание. Есть диеты, разработанные именно для онкобольных. Эти системы питания для онкобольных, они есть сейчас в доступе в интернете. Вот система питания ФАВАО уже дает свои результаты. Попробуйте ее. Надежда пишет. Женщине 35 лет, страдает псориазом 7 лет, в настоящее время беременна 9 недель. Работает за компьютером. Как может помочь наша продукция? Благодарю, Надежда, за вопрос. Псориаз – это хроническое состояние, заболевание, которое не только отражает состояние кожи, но это заболевание прежде всего всего организма. Особенно это проблема желудочно-кишечного тракта, и нужно здесь работать обязательно по регулированию питания. И я рекомендую обязательно этой женщине беременной взять, кроме сока, 60 мл в день сока необходимо выпивать в данном случае. Кроме сока взять на систему питания ФАВАО, это клетчатку можно беременным, можно белок, протеин ФАВАО брать. Вот эти два продукта из системы питания ФАВАО будут великолепно сочетаться с соком ксанга. Можно их вместе делать утренним коктейлем. Это будет профилактика токсикоза, это будет профилактика серьезных поломок со здоровьем у ребенка, потому что доказано, что качественный белок обеспечивает ребенка и все последующие поколения этого малыша здоровой клеткой. Если нехватка белка у беременной женщины, то в дальнейшем и ребенок может страдать частыми вирусными инфекциями, быть ослабленным именно в плане иммунитета. Поэтому рекомендую этой женщине сейчас начинать пить сок, пить клетчатку и протеин ФАВАО. Не забывать про воду. В течение дня не менее полутора литров воды нужно выпивать. Валентина пишет, ребенок 2 года, опухоль головного мозга, принимает химию. Как принимать сок? Валентина, благодарю вас за вопрос. Желательно этому ребенку начинать с чайной ложечки сока в разведении на полстакана теплой водички, пить 3 раза в день, постепенно увеличивая дозировку, потому что при химиотерапии идет массивный распад клеток опухоли и выделяется огромное количество свободных радикалов под влиянием этого процесса. И свободные радикалы великолепно будут связываться с антонами мангустина, антиоксидантами мангустина, и защищать будут другие клеточки от повреждения. Быстрее восстановится иммунитет, восстановится слизистая кишечника, улучшится аппетит у ребеночка. Поэтому рекомендуйте давать этому малышу, начиная с чайной ложечки, на 100 мл воды 3 раза в день, в теплом виде, лучше с теплой водичкой. А в дальнейшем дозировку сока лучше увеличивать и довести хотя бы до 50-60 мл в сутки. Галина спрашивает, как правильно начать прием ФАВАО? Галина, первый набор стартовый, который вы приобретаете, содержит подробную инструкцию, как правильно начать прием ФАВАО. В этой инструкции подробнейшим образом расписано, с чего начинать, как отрегулировать свой режим дня, как справиться со своими желаниями, потому что первые две недели приема продукта, это действительно сложный эмоциональный процесс, и нужна поддержка, нужна поддержка людей, возможно, также, которые начинают прием ФАВАО, чтобы вы делились своими результатами, либо с теми людьми, которые уже получили свои результаты, держать связь. Выходите на наши конференции, делитесь своими результатами, своими переживаниями, сомнениями, потому что эмоционально действительно перестройка организма воспринимается тяжело, поскольку мы с вами все имеем лимбическую систему, в организме это подкорковая система, она отвечает за наш эмоциональный уровень, за наши эмоции, и когда мы что-то привычное заменяем для организма непривычным, возможны перемены и на эмоциональном уровне. Особенно это касается женщин, мы более с вами эмоциональное создание, в отличие от мужчин, и для нас важно соблюсти, так скажем, ритуал, да, поэтому нужна поддержка на первых этапах приема ФАВАО, и если вы поставили цель, если вы цели устремленны, то вы преодолеете любые трудности, главное соблюдать именно рекомендации, которые дает компания по рациону питания, по системе занятий с физической культурой, по режиму дня, по водной нагрузке, то есть это все важные составляющие, и, конечно же, продукт ФАВАО работает, уже результаты получены. Жанара пишет, девочке 15 лет, диагноз гидронефроз третьей степени, повреждены стенки почек, заранее благодарю. Благодарю вас, Жанара. Здесь девочке, конечно, необходимо сейчас дать клетке, оставшейся клетке почек, адекватное питание и защиту. Мангустиновый сок обязательно нужно начинать, начинать с 30 мл 3 раза в день, пить, да, лучше в разведении, на большой стакан воды на 300 мл. Если девочки ограничивают прием жидкости в зависимости от функционального состояния почки, то здесь нужно оставшийся объем, который врач разрешает, как раз и заменить на воду с соком санка. Белок ФАВАО, пожалуйста, можно девочке использовать в виде коктейля, клетчатку можно использовать, и девочке 15 лет я рекомендую пропить и детокс, потому что детокс содержит в себе растительные компоненты, безопасные компоненты для здоровья подростка. Они будут помогать справиться с этой проблемой. Конечно, здесь гидронефроз уже не вылечить, да, это третья степень, это уже тяжелое повреждение почек, но поддержать организм, поддержать каждую клеточку организма на высоком энергетическом уровне поможет система питания ФАВАО и сок санка. Коваль Галина пишет, ребенку 2 года 8 месяцев сок пьет почти год, аденоиды, что порекомендуете? Благодарю, Галина, за вопрос. Ребенку 2 года и 8 месяцев. Аденоидное разрастание – это характерный признак детей с врожденным лимфатико-гипопластическим диатезом. То есть ребенок родился с генетической предрасположенностью к аденоидам. И замечательно, что он уже пьет в течение года сок санка, потому что это профилактика вирусных инфекций, это укрепление иммунитета. Но чтобы помочь ребенку в дальнейшем справиться с проблемой, чтобы он перерос эту проблему, потому что можно обойтись без удаления аденоидов, можно справиться с этой задачей, если подойти комплексно. Ведь что такое генетическая предрасположенность? Это связано именно со здоровьем мамы и папы, дедушек и бабушек. То есть генетически передается из поколения в поколение такая проблема, как нарушение носового дыхания из-за аденоидов. Нарушение часто это сопровождается еще и нарушением углеводного обмена. Повышенная потребность этих детей в сладком приводит к росту разрастания аденоидных. Поэтому здесь нужно отрегулировать питание ребенка, исключить полностью все сладости, все продукты, содержащие консерванты, красители, то есть обходить стороной рафинированные продукты и использовать продукты, богатые клетчаткой. Пожалуйста, клетчаткой фавао, можно использовать этому ребенку нашу клетчатку фавао, начиная пусть с четвертинки мерной ложки, на стакан воды комнатной температуры вместе с соком ксанга. С утра за полчаса до завтрака это уже будет прекрасная поддержка для кишечника, для микрофлоры в кишечнике у ребенка. Поскольку аденоидные разрастания, они поддерживаются еще и состоянием кишечника ребенка. Возможно, что с рождения эта проблема тянется, с энтероколитами у детей сталкиваются родители уже в первые месяцы жизни, высевают у таких детей с аденоидными разрастаниями в такую условно-патогенную флору, как клепсиелу, стафилокок, протей. И доказано действие ксантонов мангустина на эту условно-патогенную флору. То есть не обязательно прибегать к антибиотикам, можно дать с теплой водичкой сок санга, когда идет обострение, и справиться натуральными способами, так скажем, безвредными природными средствами с обострением. Этому ребенку необходимо осваивать обязательно лечебную физкультуру, научиться дышать носиком, потому что доказано, что даже операция по удалению аденоидов не способствует восстановлению дыхания носового. Этих детей нужно учить носом. В виде игры эти есть упражнения, можно их самостоятельно разучить. Но лучше пригласить опытного инструктора по лечебной физкультуре и разучить комплекс дыхательных упражнений. Заниматься закаливанием ребенка. Обязательно достаточно гулять на улице. Если вы хотите, чтобы ребенок был здоров, нужно гулять не менее 4 часов в день с этим ребенком. Избегать этому ребенку контакта с курящими людьми, чтобы рядом не было курильщиков, чтобы не было пассивного курения у ребенка. То есть очень из многих факторов складывается здоровье детей. И сейчас можно помочь еще ребенку в этом возрасте, если своевременно воздействовать на каждый из факторов. Надежда пишет, у женщины онкология сок пьет 2 недели, дошла до 300 мл в день. Можно ли на этой дозировке идти дальше? Будет ли результат, кроме сока полностью пьет система ФАВАО? Вы знаете, у каждого из нас свой резерв здоровья. Кому-то может и 300 мл сока будет достаточно, а для кого-то нужно будет идти дальше. Потому что схема, отработанная во многих странах мира, она предполагает именно большой объем антиоксидантов, это 750 мл сока, ксанга в день. Но здесь все индивидуально. Если женщина не может принимать больше объем сока, если у нее выраженная интоксикация, онкологическая кахексия, да, рвота усиливается на большей дозировке сока, то можно остаться и на этой дозировке сока. Вместе с системой питания ФАВАО, я думаю, тоже будет уже получше, полегче человеку. То есть здесь нужно себя слушать внимательно, прислушиваться к своим ощущениям и действовать. Обязательно пить воду. Во время лечения, химиотерапию, когда человек получает, идет выраженная интоксикация, люди не могут есть, пить, да, болевой синдром их беспокоит. Так вот, мангустиновый сок, он снимает эти болевые ощущения. Он прекрасно питает клеточку энтероцита, как раз ту клеточку, которая ответственна за усвоение питательных веществ на уровне кишечника. Поэтому использование системы питания ФАВАО вместе с мангустиновым соком ксанга, это залог того, что человек быстрее восстановится после химиотерапии и вернется к здоровой жизни. Титюэ спрашивает, у меня аллергия на бытовую пыль, чем может помочь сок санга? Доказано, что мангустин обладает свойством антигистаминным, то есть он снижает уровень гистаминов в организме. А как известно, именно гистамин выбрасывается в кровь при контакте с аллергеном. И если вы сейчас начнете принимать сок санга, если вы возьмете также на вооружение очищающий чай детокс, вы сможете помочь своему организму справиться не сразу, а через какое-то время, минимум 3 месяца нужно пропить. Рекомендую вам взять систему питания ФАВАО и сок на 3 месяца, чтобы получить свой результат по аллергии на пыль. Светлана Меньшикова. Не все смогли войти в комнату конференции, недостаточно мест. Спрашивает, будет ли в записи. Женщине 65 лет, спрашивает Надежда, сок пьет 3 месяца, попала в больницу с прединсультным состоянием, после чего лор обнаружил дырку в перепонке уха. Сейчас ничего не слышит. Что делать? Вернется ли слух? Сложно ответить на этот вопрос, Надежда. Вернется ли слух? Потому что, что такое дырка в перепонке? Это, возможно, перенесенная инфекция, хронический, причем процесс может быть уже перепонки, хронический отит, который и привел к этому поражению перепонки. Поэтому здесь лучше вопрос задать не мне, а лор-врачу, который осматривал женщину. И нужно этой женщине обязательно для восстановления после инсульта продолжать принимать сок санга, принимать систему питания ФАВАО в целом. Поэтому здесь нужно контролировать обязательно артериальное давление, уровень сахара крови возможно проконтролировать, потому что в прединсультном состоянии иммунитет выраженно ослаблен, и человеку нужны силы для восстановления. Чем опасно прединсультное состояние? Тем, что оно может перейти в инсульт, повторный инсульт, и серьезное повреждение, нарушение кровообращения в мозге приводит к серьезным последствиям. В зависимости от того, где произошло кровоизлияние, может быть выпадение памяти, нарушение речи, других функций, жизненно важных функций. Поэтому применение сока к санга спасает людей от серьезных последствий, таких как инсульты, инфаркты, и в принципе люди умирают от инсультов. Возможно, эти 3 месяца приема сока спасли человека, и своевременно провели диагностику, потому что сок мангустина, замечено, что он работает еще и как диагност, выявляя слабые места, указывая на проблемные органы. Марина пишет, сыну 11 лет, артрит, пил сок и детокс 1 месяц. По вашей рекомендации, уменьшилась припухлость и болезненность, свободно поднимается по лестнице. Что можно дальше принимать? Лаквинил еще не давала, спасибо. Спасибо вам, Марина, что вы щедро делитесь своим результатом. Действительно хороший результат. 1 месяц приема сока у ребенка уже есть результат по уменьшению припухлости и болезненности. Это значит, что заболевание можно победить, что заболевание может отступить от вашего ребенка. Нужно обязательно продолжить прием детокса и сока еще на 2 месяца. Взять для этого малыша, для вашего ребенка, возьмите обязательно клетчатку и белок, фавал. Это ускорит процесс восстановления тканей сустава и обеспечит, клетчатка обеспечит еще защиту изнутри иммунной системы. Ведь клетчатка, как я и говорила выше, она позволяет восстановить обмен веществ на уровне кишечника, восстановить флору в кишечнике. Значит, иммунную систему поднять на должный уровень. Светлана Москва. Вера, подскажите, женщине 81 год, недавно прошла обследование, у нее аневризм аорты в районе живота, от операции отказалась, плюс к этому тромбы в ногах. Чем старше человек, тем выше риск оперативного вмешательства. Поэтому, возможно, хорошо, что человек отказался сейчас от операции. Я рекомендую начинать прием мангустинового сока с небольшой дозировки с чайной ложки на стакан теплой воды во время приема пищи. Пусть это будет детская дозировка, но иногда она оказывает большее влияние на организм, чем любые лекарственные препараты. Попробуйте именно так воспользоваться продуктом для пользы здоровья. Возьмите обязательно мангустиновое масло. Это масло перикарпия, которое есть в наборе в компании XANG. И по одной капельке масло перикарпия под язык каждое утро будет давать силы именно для сосудов, для того, чтобы аневризма... Ведь с аневризмой в районе живота, так скажем, женщина жила какое-то время, я думаю, не один год она жила с этой аневризмой. Главное, чтобы эта аневризма не устроила, так скажем, катастрофу, не лопнула. И чем отличается масло перикарпия? То есть фрукт мангустин, я еще раз сейчас его покажу. Вот он, вы видите толстый слой перикарпия, который окружает внутреннюю часть фрукта. Именно из него сделана выжимка. Масло перикарпия несет в себе в каждой капле ценные антиоксиданты, способствующие укрепить сосудистую стенку, заштопать, так скажем, дырки в наших сосудах. И это важно для людей старческого возраста. Масло перикарпия рекомендую всем, у кого есть проблемы с сосудами. Ребенку 2 года 10 месяцев, пишет Раиса Куприянова. Кишечная инфекция, что принимать? Главное при инфекции кишечной, это водный режим. Поэтому сейчас нужно использовать в разведении сок санга. Начинайте со столовой ложечки на 300 мл воды. Растворите эту столовую ложку сока. И давайте из этого объема по чайной ложечке каждые 5 минут. Каждые 5 минут отпаивая ребенка. Потому что при кишечной инфекции, именно дробное питье, дробное питание, ускоряет процессы восстановления. Мангустин доказано, что он обладает антибактериальным, антипаразитарным воздействием, антигрибковым действием. И какими биобактериями кишечными не была вызвана инфекция. Возможно, вирусы вызвали эту кишечную инфекцию. Да, сок будет оказывать благотворное действие на восстановление флоры в кишечнике, на восстановление функции кишечника. Наталья пишет нам, если есть аллергия на сену, которая в составе детокс, чем заменить? Значит, если есть аллергия на сену, тогда, если это доказано, что сено вызывает тяжелые аллергические реакции, то лучше, конечно, использовать систему питания ФАВАО без детокса, просто с соком. Сок мангустиновый сам обладает антигистаминным действием, и он будет благотворно действовать на очистку организма, просто здесь понадобится больше времени для очистки организма. Детокс, он ускоряет процессы очистки. Попробуйте использовать детокс с небольшой дозировки, с четвертинки мерной ложки, растворяя детокс вместе с соком ксанга. Можно попробовать растворять детокс в белке, протеине ФАВАО, и вечерний прием заменять таким образом. То есть вместе с белком, вместе с соком ксанга детокс будет работать мягче, будет работать постепенно, и, возможно, сено не окажет такой реакции. Если у вас точно есть аллергическая реакция, доказанная, что аллергия именно на сено, то лучше не принимать детокс. Галина Куляпина пишет, женщина отказалась принимать детокс, боится к привыканию. Говорит, что кишечник сам должен освобождаться от своих продуктов. Как мне и правильно объяснить с точки зрения медицины? Знаете, Галина, детокс обладает тренирующим действием на кишечник. Доказано, что составные компоненты подобраны таким образом, и они не вызывают привыкания по той самой причине, что кишечник работает по часам именно за счет сокращений мышечной стенки. Если бы эта женщина использовала каждый день просто сену, просто крушину, то возможно развитие привыкания. Но когда она использует растворимый чай детокс, который состоит из разных компонентов, которые оказывают очищающее действие не только на кишечник, а на все органы и системы, ответственные за выведение токсинов, за почки, выведение токсинов из почек. Как можно вывести токсины, скажите мне, из мочевыделительной нашей системы? Как ускорить? Мочегонными средствами, вы скажете. А как почистить лимфатическую систему? Тоже есть травы, скажете вы. Но все эти травы нужно еще знать, как заварить, когда собрать, как правильно выпить, за какое время. А здесь компания вам предлагает уникальный продукт, который сам найдет точку приложения в вашем организме, интуитивно найдет слабое звено и почистит ваш организм без привыкания. Не бойтесь привыкания в данном случае. Все продумано уже, компания. Светлана, Москва. Значит, это продолжение вопроса. Женщине 52 года, пишет нам Лысь в офис. Добрый вечер, Лысь. Рада вас приветствовать. Врачи ставят очаговое образование в левой молочной железе. Сок пьет нерегулярно. Нужно регулярно пить сок. Если уже стоит очаговое образование в молочной железе, это предраковое состояние, доброкачественное пока возможно состояние, связанное с возрастными изменениями молочной железы. Требует это наблюдение обязательного. Раз в полгода делать нужно УЗИ молочной железы. А из питания ФАВАО нужно брать обязательно на вооружение всю систему. И, конечно же, сок. Сок на регулярной основе, чтобы предотвратить онкологические заболевания. Ведь доказано именно неправильное питание, нерациональное питание, преобладание жиров животного происхождения, отсутствие клетчатки, малое количество клетчатки в питании, преобладание белка, тяжелого белка, такого как мясной белок, мясоеды страдают проблемой с молочной железой. Поэтому нужно здесь отрегулировать систему питания ФАВАО. Взять на вооружение ФАВАО как основу здорового питания. И сок пить каждый день, не менее 90 мл в день. Ольга пишет, пожалуйста, посоветуйте, как можно помочь моей маме. У нее очень сильное головокружение. Сделали МРТ заключение. Чегов, аллейка, энцефалопатия, сосудистого генеза. Центральная церебральная атрофия первой степени. Ольга, то, что пишут врачи на МРТ, это результат длительной проблемы, сосудистой проблемы, атеросклероз сосудов головного мозга. Возможно, длительная гипертоническая болезнь привела к такому состоянию, как сейчас вы описываете у мамы. Поэтому рекомендую ей принимать сок санга обязательно каждый день, по чайной ложечке хотя бы 3 раза в день. Масло перикарпия по капельке под язык. И систему питания ФАВАО обязательно берите на вооружение, чтобы сейчас у мамы были силы для восстановления здоровья, для восстановления его именно в рамках возрастного периода. ЗАУРА спрашивает, есть ли результаты ПАКЗЕЛА ЭДЖИЛИС? Эти результаты есть у наших зарубежных коллег. ПАКЗЕЛА. Продукт к нам придет весной. Мы очень ждем его с нетерпением. Я думаю, что будет очень много результатов. Любовь пишет, при глаукоме можно ли помочь сок? Можно ли сок капать в глаза? Что такое глаукома, Любовь? Это, конечно же, проблема прежде всего внутреннего состояния клетки, состояния на уровне клетки. Поэтому просто капать сок не поможет сок. Нужно обязательно использовать сок изнутри, чтобы помочь изнутри. Ведь клеточка питается тем, что мы даем ей каждый день внутрь. И, конечно, можно капать их в глаза. Используют у нас сок сангов. И в таком плане разводят 1 к 5. Мангустиновый сок с дистиллированной водой. Либо лучше дистиллированной водой. И закапывают в глазки. Но главное здесь использование сока внутрь. И помните, что глаукома это состояние, которое годами формировалось. Нужно набраться терпения, чтобы получить свой результат. Минимум это трехмесячный прием сока, чтобы добиться хороших сдвижек, так скажем. Подвижек в состоянии, при этом заболеваний. Ольга пишет. Если ребенку около 5 месяцев, как можно вводить сок, если есть аллергия на фруктовое пюре? Каждый новый продукт, Ольга, я рекомендую ребенку вводить в первой половине дня. Лучше давать сок сангов по столько капелек, сколько ребенку месяцев. Значит, 5 месяцев 5 капелек даем в разведении со столовой ложкой воды в утренние часы. До основного приема пищи. И в течение двух часов отслеживаем, как проявляет себя ребенок, какое у него поведение, какие высыпания есть или нет на коже, как функционирует кишечник, оцениваем стул. Но обычно мангустин переносится хорошо даже у детей с аллергиями. Он показан, поскольку он нормализует флору в кишечнике, восстанавливая целостность кишечника, слизистые оболочки, флору в кишечнике. И поэтому дети с аллергическими заболеваниями должны получать мангустиновый сок. Лысва пишет, женщине 80 лет пила, выпила 4 бутылки сока. Санга так рада, что сахар держится 6-8, а до этого был даже 20. Благодарю вас, Лысва. Очень рада, что женщина получила свой результат, независимо от возраста. Да, женщине 80 лет и вот такой отличный результат. Еще раз благодарю. Рябовый пишет, можно ли принимать фавал при раке почек? Мужчине 65 лет и какие продукты? При раке почки обязательно нужно пропить мангустиновый сок санга. По схеме, которую я выше оговаривала. Начиная с 90 мл сока, добавляя каждый день по 30 мл, довести до бутылочки в день, до 750 мл сока в день и пропить по бутылке сока 21 день подряд. Затем уменьшать прием сока по 30 мл, также снижая довести до 300 мл сока в день и на этой дозировке сока остаться до 3 месяцев от начала курса. Система питания фавал, пожалуйста, идеально подходит для людей с онкологией. Можно использовать ее, белок, клетчатку, детокс. Все это будет полезно в данном случае. Лысева пишет, сегодня ходила делать фото на паспорт, знакомая отметила, что ушли микрошрамики, разные микрошрамики. Видите, уже есть результаты и по внешнему виду. Антиоксиданты мангустина действительно благотворно влияют на функцию кожи. Ведь кожа наша это большой орган, который отвечает и в том числе за выделение токсинов из организма, и за дыхание, особенно у детей грудного возраста. Кожей ребенок, грудничок дышит. Поэтому чистая здоровая кожа у грудничков это залог их здоровья в дальнейшем. А что такое микрошрамики? Любой шрам на теле, считает китайская народная медицина, это препятствие току энергии внутри организма, току клеточному, энергии клетки. Поэтому любые микрошрамики, если они уходят под влиянием приема мангустинного сока, системы питания ФАВАО, это значит восстанавливается ток энергии в клетке, ток энергии во всем организме. Это здорово. Благодарю вас. Галина пишет, можно ли в перекус совместить коктейль с метаболиком или же отдельно лучше? Можно в перекус совмещать коктейль протеиновый с метаболиком. Главное, чтобы метаболик не ложился на голодный желудок. Для тех, у кого высокое давление, люди, которые страдают гипертонией, кто чувствителен к кофеину, я рекомендую им метаболик именно смешивать с протеином ФАВАО. И лучше использовать для начала с небольшой дозой метаболика, чтобы понять, как работает на вас метаболик, как ваши сосуды адаптируются к нему. Потому что есть люди, которые на небольшую даже дозу кофеина могут выдать сердцебиение учащенное. Поэтому лучше метаболик начинать у людей с гипертонии, с четвертинки мерной ложки и лучше в разведении с протеином. Наталья пишет, у ребенка 2 года плеврит, что ему принимать? Всегда грустно читать о таких ситуациях, когда маленькие дети страдают серьезными заболеваниями. Плеврит это уже осложнение пневмонии. Возможно здесь была перенесена пневмония и пострадала прилегающая плевра. Поэтому здесь нужно обязательно ребенку дать сейчас хорошую дозу антиоксидантов. Пусть это для начала будет чайная ложка на 3 раза в день. Чайная ложка сока мангустина в разведении с водичкой. В каком объеме ребенок готов выпить? Можно разводить на 100 мл воды, если этот объем выпивается ребенком. И обязательно увеличивать эту дозировку, довести ее хотя бы до 60 мл в день. Пропить в такой дозировке не менее чем 3 месяца подряд. Ведь чтобы восстановить здоровье маленького ребенка, нужно длительное время на самом деле. Дети ослабленные после перенесенных пневмонии и плевритов, они требуют улучшения питания. Обязательно нужно отрегулировать в данном случае питание. Ведь именно неправильное, нерациональное питание, бедное, обедненное белком, антиоксидантами, нехватка микроэлементов питания детей приводит к таким последствиям серьезным. Поэтому здесь я рекомендую взять этому ребенку также клетчатку ФАВАО и использовать ее хотя бы по четвертинке мерной ложки на стакан воды комнатной температуры. Либо добавлять эту клетчатку можно в кисломолочные продукты, которые ребенок употребляет. Главное, чтобы кисломолочные продукты были свежайшие, да, с сегодняшнего дня выпуска, так скажем. Следить за качеством кисломолочных продуктов. Либо позаботиться о том, чтобы приготовить самостоятельно кисломолочные продукты дома. Хорошо для этого ребенка именно будет клетчатка ФАВАО. Ксения пишет нам, беременна девушка, 29 лет, первая беременность, поставили диагноз гепатит B. Порекомендуйте, что можно из продуктов. И также есть ли возможность дополнительных рекомендаций с вашей стороны. Гепатит B это серьезный диагноз, потому что он повреждает клетку печени. И во время беременности это особенно серьезная опасность представляет для ребенка в первые недели. В первые недели, когда ребенок только еще начинает свое развитие в утробе матери. Но благо, что у вас сейчас есть, Ксения, продукт, который называется система питания ФАВАО. Я рекомендую этой девушке, этой женщине молодой, использовать систему питания клетчатку, белок ФАВАО. И обязательно сок. То есть делать коктейль утренний, белок, клетчатка, сок. Сока в течение дня нужно выпивать не менее 90 мл в день. Выпивать 2 литра воды в день, если не ограничивают врачи. И всю беременность нужно использовать продукты в такой вот дозировке, чтобы сохранить эту беременность. Чтобы сохранить малыша от действия вируса гепатита B. И если мы сейчас поможем восстановить иммунный статус женщины, а мангустиновый сок, он обладает этими свойствами, восстановление иммунитета. То есть вероятность, что все пройдет благополучно и это как страшный сон забудется, так скажем, без последствий. Другое дело, что сразу после рождения ребенка нужно будет его привить обязательно от гепатита B в первые же сутки. После рождения такого малыша нужно будет привить. Так, а ребенку 2 года с химией. Нужно ли принимать фавао? Из продуктов фавао я рекомендую для детей клетчатку фавао. Клетчатка фавао, пожалуйста, можно использовать. Начиная с четвертинки мерной ложки, постепенно увеличивать дозировку можно будет. Детокс только в случае, когда высокая температура, выраженная интоксикация. Достаточно таким малышам после химиотерапии сок оксанга, чтобы быстрее восстановить свое здоровье. Так как фавао это все-таки продукт, рекомендованный компанией именно для питания взрослых. На ваш страх и риск использования всех других компонентов. Это ответственность личная получается. Система питания рассчитана на взрослых. Но клетчатка логически, если размышлять, это продукт допустимый для применения у детей разного возраста. И в данном случае четвертинка мерной ложки клетчатки вместе с соком мангустиновым не менее 60 мл в день для этого ребенка. Нужно постепенно дойти до этой дозировки, хотя бы до 60 мл. Даст хорошие результаты по восстановлению иммунитета. Вадим пишет нам, женщине 34 года, обострение псориаза, высыпание на кожу, скованность в суставах, грудью кормит. Какую схему применять? При грудном скармлении, женщине, которая кормит грудью, рекомендую обязательно сок фавао, клетчатку фавао, белок фавао. Все эти продукты разрешены компанией для применения у беременных женщин. И в данном случае при псориазе, при такой выраженной скованности в суставах, высыпаниях, это ускорит восстановление здоровья, поможет и малышу освоиться. Грудное вскармлении тоже нагрузка для женщины, поэтому возможно сейчас идет обострение заболевания на фоне именно повышенной потребности организма в микроэлементах. Ведь женщина, кормящая грудью, это по сути фабрика, производящая очень ценный для жизни малыша продукт. И это требует огромных затрат, как эмоциональных, поэтому женщине нужно, чтобы она спала не менее 8 часов, если она не высыпается и не справится с обострением. Милые родственники, поймите, пожалуйста, что этой женщине сейчас, вашей любимой женщине, нужен отдых. Нужно дать ей возможность отоспаться, поэтому нужно разгрузить ее от бытовых каких-то забот. Дать ей только возможность гулять, спать, кормить ребенка, самой регулярно питаться не менее 5 раз в день. Перед каждым кормлением, грудью, женщина должна что-то съедать. И мангустиновый сок санга вместе с клетчаткой и протеином фавао является прекрасным перекусом. Его можно использовать кормящим мамам. Успевайте взять масло Перикарпия Джуни, успевайте, пока оно есть в магазине, потому что масло Перикарпия великолепно помогает справиться с уставными болями, с цариатическими проявлениями на коже. Наносите его масло Джуни из серии Джуни, пожалуйста, масло для ускорения роста волос. Оно великолепно себя зарекомендовало при псориазе. Эдмира пишет, что через неделю приема фавао прибавила 4 см в талии, 1 см в бедрах, а хотела наоборот постройнить. Как быть? Быть нужно так, брать систему фавао полностью не просто продукт, а заниматься обязательно физической нагрузкой. Это кардионагрузка, это обязательно ходьба, это посещение фитнеса, либо разучить упражнения, которые вы используете дома по рекомендации компании. То есть нужно брать первично продукт с инструкции и работать по этой инструкции. Нужно не только питаться продуктами фавао, нужно менять свой рацион питания. Если вы не поменяли этого в своей жизни, если вы не поменяли часы приема своих продуктов питания, обязательно завтрак до 9 часов, обязательно обед до 2 часов, обязательно ужин, обязательно полдник. Все это должно присутствовать в вашей жизни каждые 2-3 часа от мира. Нужно принимать пищу для вашего организма, чтобы он не запасался впрок, чтобы он понимал, что его накормят вовремя. Тогда не будет прибавок в сантиметрах ни в талии, ни в бедрах. Галина Куляпина пишет. Недавний результат. Мужчина рак горла, выпил кейс сока, начал кушать, пища проходит, опухоль уменьшилась. Онколог говорит, что... Говорит, вот видите, как вам наши таблетки помогли. Мужчина ей говорит, я и таблетки... Понятно. Значит, получается, что за одну коробку сока человек с раком горла получил уже свой ощутимый результат. И я думаю, что врач-онколог здесь будет удивлен и по следующим результатам. Так, Ирина Магомедова, добрый вечер, пишет. Мужчине 60 лет, после сильного падения ухудшился слух. Ваши рекомендации? Здесь, Ирина, нужна обязательно консультация нейрохирурга в данном случае. Не просто лор-врача или сурдолога, обязательно нейрохирурга. Потому что сильное падение, возможно, дает такие осложнения, как нарушение кровообращения в определенном центре мозга, ответственный за слух. Поэтому нужно здесь, кроме сурдолога, отоларинголога, показать, обязательно показать нейрохирургу в ближайшее время. Не оттягивайте, пожалуйста. И начинайте, конечно же, прием сока к санго и масла перикарпия внутрь. Из серии иллюминиссенс. Масло перикарпия, желтенькое вот это масло. Его сейчас можно тоже приобрести. Оно великолепно улучшает именно кровообращение. В том числе кровообращение будет улучшаться и в органы слуха, возможно, восстановление слуха. Но нужна консультация и диагностика причина ухудшения слуха в ближайшее время. У девушки 25 лет. Пишет Светлана Меньшикова. Диагноз рассеянный склероз. Как принимать сок санго? Я рекомендую в данном случае начинать с небольшой дозировки с чайной ложечки сока мангустинового на стакан воды теплой во время приема пищи 3 раза в день. И постепенно увеличивать прием сока по чайной ложечке, добавляя каждый раз, постепенно довести к концу месяца хотя бы до 90-60 мл сока, как у вас будет переносимость продукта, какая пойдет динамика. И взять на систему ФАВАО, так же как систему питания, диетического питания для этой женщины, молодой девушки будет хорошая поддержка иммунной системы, продукт питания ФАВАО. Паша пишет нам, добрый вечер Павел, что делать у меня в одной пазухе носа остаточный гоморрит, как от него избавиться? Состояние такое уже года 3. Павел, я рекомендую, конечно же, регулярный прием антиоксидантного напитка к санго вам. Поскольку именно с этой проблемой я пришла сама в компанию и благодаря своему гомориту познакомилась с мангустиновым соком, благодаря своим клиентам познакомилась с этим удивительным продуктом и решила проблему. Поэтому гоморит можно вылечить, если сейчас отрегулировать свое питание. Антиоксиданты вам в этом помогут, принимайте хотя бы 60 мл сока в день и используйте систему питания ФАВАО регулярно, потому что питание ФАВАО будет поднимать ваш иммунитет и справиться с давними хроническими очагами инфекции. Лилия Полякова пишет. Женщина перенесла инсульт, потеря памяти, нарушение речи, продукты компании к санго еще не принимала. Можно ли вернуть здоровье и насколько? Удивительная функция нашего мозга подтверждает, что есть результаты, иногда невероятные результаты. После перенесенных инсультов идет восстановление памяти, восстановление речи. Нужно запастись терпением и выполнять все рекомендации доктора, чтобы добиться своего результата. Есть сейчас у нас кроме мангустинного сока, кроме питания ФАВАО новый продукт, который уже шагает по миру, он называется Лимитлесс. И мне нравятся результаты по нему. Ксанго Лимитлесс это действительно энергия для клеток нервной системы прежде всего. Благодаря этому продукту у нас получены результаты по восстановлению памяти, по восстановлению речи после инсульта. Мужчина делился своим результатом. Он выпивал, делил один пакетик Лимитлесса на 6 дней, то есть пил буквально понемножку, по чуть-чуть. Но благодаря этим небольшим дозировкам он за месяц восстановил свою память после инсульта. Составные компоненты этого чая вы сейчас видите. Это мангустин, это полифенолы яблока, это готукола, это гамма-аминомасляная кислота, это экстракт джиншеня. Это все натуральные компоненты, которые могут благотворно влиять на деятельность мозга и восстанавливать утраченные функции после инсульта. Лучше использовать в данном случае Лимитлесс вместе с протеином ФАВАО. Интересный вопрос. Общался человек с врачом. Врач говорит, зачем покупать такой дорогой продукт, как детокс, когда в аптеках продаются более дешевые аналоги. И врач прав, что аналоги продаются, но именно аналоги, но такого детокса, как наш детокс в компании Ксанго, вы не встретите дешевле. Этот продукт обладает своими свойствами благодаря продуманной инновационной формуле. Поэтому он и стоит этих денег. Любая растворимая форма фито-чая стоит намного дороже, чем чай, который нужно заваривать. Ведь, чтобы получить эту формулу, нужно еще было потрудиться, сделать ее растворимой, эту формулу. А для этого понадобилось время разработки новейших научных данных. Поэтому тот продукт, который мы с вами имеем в руках, детокс, систему питания ФАВАО, это продукт последних новейших разработок, инновационных разработок. Как известно, все новое, инновационное, это стоит намного дороже. Поэтому что сравнивать? Нина пишет, у ребенка 7 лет, аденоиды 2 года. Медикаментозное лечение дает временный эффект. Что можно предложить? Я рекомендую этому ребенку обязательно сок санга, не менее 30 мл в день. Можно давать уже школьнику. Каждое утро лучше в разведении на стакан воды комнатной температуры выпивать за 30 минут до приема пищи. И это же самое повторять после того, как ребенок приходит из детского сада или из школы, повторять второй раз. То есть 2 раза по 30 мл. И изменить питание обязательно. Я уже рассказывала, что сегодня аденоидная ткань разрастается именно у детей с нарушениями, определенными генетическими нарушениями, предосположенностью к этим вещам. Нужно отрегулировать диету всей семьи, исключить дома любые сладости, любые рафинированные продукты, консерванты, исключить, чтобы у ребенка не было этой проблемы. Закапывать можно и сок санга в нос. Но лучше я рекомендую в данном случае использовать масло перекарпия. Оно мягче, эффективнее работает со слизистой носоглоткой и справиться будет проще с воспалением аденоидной ткани. Ольга пишет, у меня доли хосигма, посоветуйте лечение, еще как можно давать сок ребенку 10 лет. Благодарю вас, Ольга, за вопрос. Доли хосигма это состояние, скорее всего, у вас врожденное. И если это вас беспокоит, если вас беспокоят запоры, в частности, то продукт системы ФАВАО будет вам подходить как никому лучше. Нужно следить здесь за своей диетой, использовать и физическую нагрузку, чтобы была эффективная, так скажем, функция кишечника, моторная функция кишечника. Нужна дополнительная физическая нагрузка. И освоите упражнения на фитболе. Отличные упражнения, которые есть на сайте favao.com с фитболом. Вы сможете их дома, каждый день использовать для оздоровления организма. А ребенку 10 лет можно давать уже взрослую дозировку сока по 30 мл 2-3 раза в день. Наталья пишет, приемы гнает фавао иксанга сока. Физкультура за 5 месяцев восстановили давление до 130,80. Много лет имела 150,100 и более. Спасибо, Вера, за ваши конференции. Привет из Вирджини. Наталья, благодарю вас. Очень приятно, что у нас присутствуют сегодня люди с разных континентов. И с Натальей Шевченко мы познакомились на конвенции международной. Благодаря компании иксанга познакомилась с таким удивительным человеком. И очень рада, что сегодня Наталья делится с нами своим результатом. Очень приятно, что вот такой результат получен благодаря продукции компании иксанга. Значит, мы с вами все на верном пути. Пожалуйста, подскажите, как можно лечить хронический гоморит с потерей обоняния. Поняла. Хронический гоморит действительно проблема серьезная. Здесь нужно работать не только с пазухами носа, нужно работать прежде всего с кишечником. Ведь из одной трубки развивается кишечник и верхние дыхательные пути у эмбриона. Поэтому сейчас берите на вооружение не только сок санга, берите всю систему фитания, фавао, особенно детокс, клетчатку. А вам это нужно для скорейшего восстановления здоровья, Ольга. Так, у ребенка 4 года, паховая грыжа. Здесь нужно, конечно же, решать вопрос по оперативному лечению, Людмила. А чтобы подготовить ребенка к оперативному лечению, нужно использовать сок санга. Так, заканчиваем с вопросами, мои хорошие, потому что время у нас уже позднее. Лилия Полякова справилась с сотрясением мозга за 5 дней. И сок 100 мл в день, плюс масло перекарпия под язык 2 раза в день, втирала в голову масло. Вот видите, какой замечательный результат. Благодарю вас, Лилия. Действительно, вот многому учусь от вас, многому, много узнаю благодаря вашему пытливому уму. Спасибо вам. Действительно, продукт работает, работает на все сто, если вы решитесь только использовать его. Если вы решитесь попробовать этот эксперимент, он всегда важен для того, чтобы получить свои результаты. Так, 12 лет девочка, утром постоянно тошнит, посоветуйте, что делать. Нужно обследовать ребенка. Обследуйте обязательно на глистно-паразитарную инвазию, на загиб желчного пузыря. Сделайте УЗИ брюшной полости и желчного пузыря. Посмотрите, почки. Поскольку тошнота может быть проявлением мочи, половой инфекции. Именно пиелонефрит нужно исключать, инфекцию мочеводящих путей. И сейчас нужно девочке уже дать, не дожидаясь результата обследования, дать сок санга. Дать его можно во взрослой дозировке. 12-летний ребенок уже может пить 60-90 мл сока. С удовольствием дети пьют сок и получить прекрасный результат. Рекомендую пить сок без разбавления. Кулян пишет нам, мужчине 60, так, сахар 14, видимо, да? Сахар 14. Начинать лучше с чайной ложечки сока в разведении с теплой водой, во время приема пищи 3 раза в день, и использовать обязательно систему питания ФАВАО в целом, чтобы сейчас добиться хорошего результата по нормализации углеводного обмена. Никола пишет, что порекомендуете взрослому мужчине с хроническим псориазом? Спасибо. Привет из Болгарии. Очень приятно, что у нас сегодня просто международная с вами конференция. Действительно присутствует Украина, Татарстан, Башкирия, США, Болгария. Очень рада. Никола, что вы с нами. При псориазе я рекомендую прием сока не менее 100 мл в день. Лучше увеличивать дозировку, постепенно довести хотя бы до 300 мл в день. Мангустиного сока, ксанга, выпивая при этом 2-2,5 литра воды, потому что псориаз требует очистки всего организма. Система питания ФАВАО – помощник людям с псориазом для восстановления здоровья. Помните, Николай, что выздоровление идет через обострение. Это принцип лечения хронических состояний. Поэтому если вы нацелены на хороший результат, будьте с нами каждый вторник в 18 часов московского времени. Делитесь своими результатами. Так. Вот, молодцы. Я благодарю всех сегодня за активное участие, за ваш интерес, за желание узнать новое. И жду вас каждый вторник с вашими пожеланиями, с вашими вопросами, с результатами. Каждая конференция для вас – это новая возможность помочь своим близким, помочь себе, продлить свою жизнь, улучшить качество жизни. Благодарю вас еще раз. До новых встреч. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok